Белый цвет мира – чистоты и совершенства, синий цвет веры и верности, ну а красный – цвет силы и крови, пролитые за Отечество. Именно так чаще всего сейчас трактуют цвета российского триколора. Владивосток, как один из самых восточных городов самого большого государства на планете, отметил день российского флага одним из первых в стране. Это история, это культурное наследие, которое мы сегодня получили от наших предков. Это то, что сегодня наша страна нерушима, едино символизируется в наших государственных символах. Сегодня этот символ, государственный флаг для нас, и икона, и идол, на котором мы молимся, потому что без этого не будет у нашей Родины. Кроме торжественных речей, жители гостей города порадовали концертной программой. Здесь и детские вокальные коллективы, и красивые девушки с триколором. Выступали также и профессиональные певцы. Для особенно креативных – аквагрим в виде государственной символики. Наша съемочная группа тоже не осталась в стороне. Ну а на вопрос, что же такое российский флаг и зачем ему свой собственный праздник, отвечали, как могли, горожане. Россия, потому что. Праздник флага Российской Федерации. А сколько цветов вам флаги? Три. Наш флаг, он вообще, представляете, в России наш флаг. Знак моего государства, в котором нахожусь, в котором живу. Мир, какой-то покой, ну что-то такое хорошее должно быть. А зачем нужно праздник? Чтобы знали. Что знали? Что есть такой флаг. В какой-то момент внимание всех, и зрителей, и телекамер, и даже ведущего концерта переключилось на набережную спортивной гавани. За моей спиной праздничный российский триколор несут почти две сотни знаменосцев. 150 квадратных метров ткани. Именно такую общую площадь имеет гигантский атрибут российской государственности. Кстати, исторический факт. Настоящим отцом российского триколора является император Петр I. В 1770-х бело-синий-красный поднимали все торговые суда страны. А вот начало применения российского бело-синий-красного флага на суше тесно связано с географическими открытиями русских мореплавателей на Дальнем Востоке. Новая традиция появилась в начале 19 века, когда русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу два флага. Один из которых, бело-синий-красный, отмечал новое владение России. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.